Всем добрый день! Меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт, тренер компании Гильтек по профессиональной косметике. И в сегодняшнем видео я хотела бы поговорить о чувствительной коже, как с ней жить. К сожалению, в настоящее время чувствительная или стрессовая, как ее еще называют, кожа, это просто бич современности. И, увы, общий уровень высокий стресса, к сожалению, провоцирует различные проблемы, в том числе и с кожей. И уровень стресса очень высок сейчас у многих. Для большинства, к сожалению, ощущение жизни превратилось в ощущение карточного домика, который вот-вот дунишь и улетит. И это не может не сказываться на общем нашем состоянии и в том числе на состоянии нашей кожи. Поэтому чувствительная кожа сейчас, к сожалению, преследует повышенную чувствительность даже тех людей, кто сроду от этого не страдал. Так что же делать, если кожа стала чувствительной? Я выделю три момента основных, может быть, четыре, которые можно на самом деле контролировать и таким образом жить с чувствительной кожей более комфортно, пока уровень стресса не снизится и кожа не восстановится. Первое место я, наверное, отдала бы воде. Как ни удивительно, несмотря на старую песню «Без воды и не туда и не сюда», вода – это в некотором смысле наш враг. Потому что в основном мы пользуемся для умывания или принятия душ в ванной водопроводной водой, а она, как правило, жёсткая, она может содержать какие-то примеси, которые тоже могут негативно влиять на кожу. Поэтому что бы я сделала? Первое – это реже использовала бы водопроводную воду, то есть по возможности её лучше заменить на кипячёную или воду из фильтра с обратным осмосом, ну и просто хотя бы фильтрованную, бутилированную, возможно, какие-то отвары трав можно использовать, которые, естественно, не вызывают конкретно у вас аллергии. То есть нужна мягкая вода. И если есть возможность не использовать воду, например, умываться только вечером, а утром использовать нейтральный тоник, либо вообще ничем, как говорится, не трогать лицо, то можно так тоже делать, потому что если мы не спим на грязном белье, не используем какие-то плотные текстуры на ночь уходовые или какие-то лечебные мази, то нам, в общем, с утра умываться с очищающим средством и ни к чему. И что ещё важно – не используйте горячую воду, потому что горячая вода, она дополнительно обезжиривает кожу, она разражает её, она может спровоцировать, опять-таки, повышенную чувствительность, поэтому используйте его до комнатной температуры. Достаточно с утра полоснуть лицо, протереть тоником, например, и это уже заменит полноценное очищение в большинстве случаев. Второй важный такой постулат – это минимализм в косметичке обладателя чувствительной кожи, потому что различные косметические средства, различные эксперименты с текстурами, с ингредиентами, с декоративной косметикой, они тоже не улучшают состояние чувствительной кожи. Поэтому, если кожа стала чувствительной, желательно сократить эти средства до минимума, то есть использовать только то, что вам 100% подходит, какое-то одно мягкое очищающее средство, желательно бессульфатное, какой-то нейтральный тоник с лаконичным составом, возможно, одна какая-то сыворотка или увлажняющая с ультрамолекулярной гиалуроновой кислотой, к примеру, либо, допустим, с пройперебиотиками какая-то сыворотка, которая будет восстанавливать микробиомы, уменьшать чувствительность, и средство, которое защищает вас днем от солнца. То есть какой-то крем влагоудерживающий с небольшим SPF, если это осень, и с максимальным SPF, если это лето, условно говоря. Никаких дополнительных глубоких очищений, пилингов, каких-то масок поросуживающих и так далее не нужно делать, если кожа стала чувствительной. Не нужно использовать кислоты агрессивные, не нужно использовать ретинол, не нужно использовать какие-то дополнительные процедуры, которые будут усугублять гиперчувствительность, пока кожа окончательно не восстановится. Еще очень важен, конечно, такой третий момент – это избегать агрессии внешней среды, как и ультрафиолета, солнца, например, активного причувствительной кожи, так и перепадов температур. То есть стараться избегать резких переходов из тепла в холод и так далее, насколько это было бы возможно. И последний важный такой момент – это не трогать лицо руками грязным телефоном, потому что на самом деле банальная грязь, какие-то загрязнения на нашем мобильном телефоне, на трубке телефона аппарата, кто им еще пользуется, они негативно влияют на кожу, они могут вызывать высыпание, если есть к этому склонность, они могут провоцировать тоже гиперчувствительность. Поэтому стараться не трогать лишний раз лицо руками, обратить внимание на какие-то, возможно, ткани, которые касаются лица или той самой чувствительной зоны, где кожа стала чувствительной, не обязательно лицо. То есть, может быть, шарфы, шапки какие-то, которые у нас контактируют с кожей. И обратить внимание на что кожа, например, хуже реагирует. Бывает на шерсть на чистую плохо реагирует, бывает на синтетику плохо реагирует, а хлопок лучше, например, переносит. То есть, надо найти то, что наиболее подходит. Также желательно, когда мы умываемся, не растирать, не промокать кожу каким-то твердым предметом, каким-то махровым старым полотенцем. Это должно быть какое-то или мягкое полотенечко, или должно быть какое-то одноразовое полотенечко. Единственное, что даже бумажные полотенца бывают достаточно грубые, и поэтому тереть лицо не нужно, достаточно мягко промокать. Если мы бережем экологию, мы можем купить десяточек мягких полотенец, использовать одно из них в сутки, и потом в конце недели стирать их при 60 или при 90 градусов в стиральной машине. Вот такие, наверное, важные моменты для себя я бы выделила. Хотела с ними поделиться. Если у вас еще какие-то есть наблюдения, то с удовольствием, прочитая их в комментарии, они будут 100% полезны всем остальным людям, которые будут смотреть это видео и читать ваши комментарии. То есть поделитесь своим опытом, мы будем вам за это очень признательны, все вместе с нашими подписчиками. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, дизлайк, если не понравилось. И до новых встреч, новых видео. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok